Сайрекс победил! У меня тут начинаются проблемы, как всегда. Так, он говорит еще рано. Nightmarge GTS не верит в то, что они сейчас уже играют на стриме. Надо бы ему написать об этом делом. Так, где он у меня? Где он у меня? Вот, отлично, все зашли. И, собственно, сейчас у нас будет наш замечательный бой, который покажет, кто же сильнее. Кунг Лау или Nightmarge GTS. Я просто не знаю, за кого он играет, поэтому посмотрим в процессе. Так, а следующим у нас пока что готовится квест NC и KG. KG ко мне не добавился, друзья, в стиме, к сожалению. Вот, и, собственно, поэтому я не знаю, что там вообще происходит. Но квест говорит, что они там списались, все нормально. Так, ну что, у нас там Сонгжи все что-то делает непонятное. Кунг Лау. Ну и, собственно, мы уже начали. Так, Сонгжи Кунг Лау выбирает его мейн. И не остается у него выбора. Против Джакса, собственно, и Game Session Not Available. Отлично. Хорошее начало. Пока наблюдаем за этой замечательной стимовской заставкой. Тут, видимо, кто-то из ребят решил свернуть игру. Так, Сонгжи, я смотрю, в руме пропало все. Это значит, что им надо перезапустить стим. Ладно, пока, значит, возвращаемся на паузу. Со стимом, как обычно, что-то не так. Дот это как долг Родины, пишут мне с Тосом. Ну, для кого-то долг, для кого-то обязанность, для кого-то что-то еще. Так, пусть пока вам музычку поиграет из онлайна. У меня есть немного времени поднастроить вообще там все, что есть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Почему-то ребята в руме решили встретиться непонятно зачем. Почему бы не сыграть приватный матч? Ну да ладно. Так, ну что ж, поехали. Судя по всему, у нас все готово. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, и Nightmare GTS выбирает Джакса, как в прошлый раз. Сонг же выбирает Кун Лао. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Посмотрим, что это будет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, пока что уверенный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Судя по всему, ребята, очень сильно лагает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какой-то вообще аут происходит сейчас на стриме. Вы, наверное, сами это все видите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, тяжко будет, конечно, выиграть в таких лагах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И Джакс уверенно забирает первый раунд. Оверхед его спасает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, смотрим, что будет во втором раунде. Сможет ли Сонг же взять преимущество и, в общем-то, вернуть себе победу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, пока довольно, опять-таки, уверенный прессинг от Джакса. Хороший майндгейм. Оверхеды чередуются с лоу. И уверенная победа. Флоуэлли с викторой практически. Нас Найтмайер GTS забирает первую игру. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да качество вообще зашкаливает. Все плохо, судя по всему. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Да, и вот попытался поймать Джаксона, но почему-то сделал три раза D1, но D1 не удался. И очень хорошо со спину вырезает Сонжи. Это будет комба в углу, без выхода на прессинг. Там мог бы быть ресет, в принципе, но, в общем-то, не захотел, видимо, Сонжи делать его. И, да, раунд остается за ним. Раунд 2. Дорог! Теперь принять, да, вот, с совершенно рандомной спины на подход ожидается. Прочитал, как бог у Сонжи Джакса. И не удается продолжить сейчас комбу, это могло быть вылиться там в победные проценты, но нет. Тем не менее, Сонжи берет первый раунд. Колдор, счет 1-1 только что стал, как только выиграл Кунлау у Джакса. Так, да. Лагать действительно жесть, это у меня такое вот на трансляции. Сейчас, видимо, попробую переключиться на Сонжи обратно. Там у него вроде все нормально было с лагами. Досмотрим этот бой и дальше смотрим, что произойдет. Ну, с тем временем тут невероятный прессинг от Джакса. Каким-то образом чудом он просто ловит Кунлау, делает брейкер. Вот Кунлау отвечает ему спином. Не удается Just Frame сделать. Это не знаю, может быть, не хотелось, он же сделал это. Ну, там на домах надо выходить. Так, это будет больно, это угол. Нет, не делает ресеты Джакса своим. Очень зря, потому что Кунлау надо выбивать метр. Да, вот оно, то, что нужно для победы. И вот буквально еще на одну похожую комбу вывести, и все будет нормально. Да, удается Сонжи выхватить победу в этом бою. Видео сейчас вот сделаем, постараемся. Суит, нет, не Тер, а мы начали. Счет всего лишь 1-1. Это всего лишь 3-я игра. Так, пока что бесконечные красавки делают Сонжи. Это приносит ему определенные успехи, потому что вот он вышел на дамаг, там, бросочек сделал в угол. Да, хорошую комбулю, заканчивает Кунлау с выходом на трейсинг, пытается сделать бросок, и X-Ray заканчивает. Это у нас очередная победа, сейчас счет 2-1. Так, ребятки, если вы меня слышите, не играйте пока четвертую. Сейчас я попробую переподключиться. Передаю привет Ясеневу специально по просьбе СНЦ. Привет, кстати, да. Так, что у нас происходит? Статичная картинка внезапно. Так, ребята меня не послушали, и тем временем... Так, 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 мы работаем над восстановлением картинки, сейчас все будет. Пока там Кунлау уйдет, у нас делает комбуи, хорошие. Кунлау, уйдай нас. Раунд 2. Будьте! Итак, мы снова в эфире. Отличный бросочек. Сейчас Кунлау очень невыгодно поменял свою позицию. И вот, да, уже Джакс забивает его в углу, нужно выбивать метр любыми возможными способами. Ему это прекрасно удается, хороший комбит демонстрирует нам Джакс. Видно, что точно все у Найтмайра. И это должен быть проигрышный раунд для Сонжи. Все-таки правильно он делает, что решает не отдавать брейкер, и он не пригодится метр ему в следующем раунду. Нет, так, срай, конечно, не запрещен, что-то. Ну что за такое горе? Была сейчас отличное начало, но не смог, к сожалению, продолжить Сонжи. Могла бы быть отличная комба. Решает выпрыгнуть зря, к сожалению, Джакс его ловит на этом деле. Сонжи сейчас сэкономил метр на том, чтобы в третьем раунде у него было преимущество по метру. Ну, как видишь, ему это удалось. То есть, стратегически он здесь сделал все правильно. Вот сейчас, конечно, у него плохая ситуация, ему нужно как-то придумать, как потратить полоску, а Джакс вот его уже поймал, и сейчас будет очень сложно комбетнуться. Потрясающе просто. Джакс подгадал с таймингом и сделал все, чтобы не попасть по Кунлау. Да, вот она, трата метра, к сожалению, бесполезная. И, нет, брейкер спасает Джакса и по перехотикам завершает. Отлично, это у нас 2-2. Это у нас 2-2. Шикарная игра, просто потрясающее завершение апперкотом. Ничего не скажешь. Смотрим, что будет дальше. Придумает ли сам же ответные действия на Джакса. Хотя он уже побеждал, в принципе, мы увидели, как это происходило, поэтому... Все зависит от того, кто так его переиграет. Да, и вот пока на отменах строит Джакс свой прессинг, в принципе, стандартно, но... Сонг же ведется на эти все отмены и пытается наказать, а тут же вот Джакс поджидает. Уверенный Камбодий сравнял Кунлау жизнь в себе. Вот буквально одна ошибка, вот она, да. Джакс забирает этот раунд, Найтмейр молодец. И тащит первый раунд в пятной игре. Так, смотрим, что у нас случается с Сонг же. У него есть метр, это опасно, у нас Сонг же любитель делать X-Ray, поэтому... Я бы сейчас на стороне Джакса был бы... На месте Джакса был бы очень осторожен. Так, Найтмейр не спешит подходить, в принципе, правильно делает, ему это не нужно, у него хороший лайфлик. А вот Сонг же, наоборот, нужно придумывать, как подобраться. Благо, для Кунлау проблем с этим особо быть не должно, потому что у него довольно мобильный, у него есть телепорты, есть дайвкики. Так, дайвкик ни во что не продолжает. Сидит. Ха-ха, Д1. Спамит Д1. Казалось бы, сдался Сонг же, но нет, и все равно Найтмейр забирает еще один бой, и это у нас 3-2 в его пользу. Кунг-Лау. Джакс. Раунд 1. Порядь. В этот раз не такое агрессивное начало от Сонг же, он решает просто подпрыгнуть и побить Джакса, но Джакса знает, что делать. Отходит. Это угловая комба, без резета. На мой взгляд, очень зря, нужно было выбивать Кунлау Брейкер. Все-таки размену одной полоски на две, это нормально. Просочек оставляет в углу, все правильно делает. Рандомный спин от Сонг же, и он приводит его к поражению. Джакса очень умело все наказывает, сейчас просто потрясающую игру показывает. Хороший прессинг. Замечательно все панишет. Да, попытка сделать резет, не удается, немного не рассчитал с таймингом. Сонг же просто спамит спин. Не знаю, что он пытается этим показать. Но вот это принесло ему успех, он даже Брейкер у Джакса пытается выбить. Видимо, настолько обидно Джаксу стало от того, что он попался на рандомный спин, что он решил потратить даже Брейкер, наказався таким образом. Да, хорошая попытка поймать в воздухе, она приносит успех. И 4-2. Что-то совсем Сонг же расслабился, надо ему что-нибудь придумать. Срочно что-нибудь придумать и камбэкнуться, любыми способами. Да, собственно, видимо, все так и происходит. То есть, все. Сейчас Сонг же угорает просто и делает какую-то рандомную непонятную хрень. Да, может быть отличный выход на камбу, но 13% всего лишь. В любом случае лучше, чем ничего, с векапом. Неплохо Джакс подловил. 28% комба. И это мог бы быть ответный удар со стороны Кун Лао, но, к сожалению, Брейкер спасает Джакса. Надо сейчас быть осторожным, у Джакса есть полоска, он может ставить какой-нибудь арморный мух. Но нет, вместо этого он лезет в векап и получает этот Кун Лао. Сонг же тропает все вообще, все что можно, и не делает Брейкера, хотя, в принципе, мы можем попробовать затащить этот раунд. Но посмотрим, насколько оправданно было его... вот это вот... не делание Брейкера. Влезает в Джакса прейсинг очень смело. Не боится последнего удара, который, в общем-то, мог бы по нему ударить. И это должно быть конец, если не будет Брейкера сейчас. Отлично влезает спином, угадывает просто, что все полезет. Сейчас почему-то не попал спин, рандомный X-Ray, и просто Nightmare GTS берет пятую игру. Это у нас 5-2 в пользу Nightmare GTS. Ребятам, спасибо. Так, что у нас дальше по программе? Quest N7 должен играть с KG. Сейчас посмотрим. У нас сжаловался Quest N7 как раз, что... его оппонент не пришел. Так что, если ситуация повторяется, то мы ставим ему автолосс, идем дальше. А, еще один. Отлично. Есть возможность пропустить еще один бой, значит, он у нас тогда играет сейчас. Так, Sweet скорее сегодня тоже не смогут. Calling ST3 и Colder. Так что, ребятки, если вы меня слышите... Вам нужно сейчас связаться друг с другом, сконнектиться и начать зажигать. Так, сейчас попробуем переключить. на трансляцию с другого источника. Как у нас получится это сделать? Или нет? Так, сейчас... Так, сейчас... Так, ну что, вроде, ребята, коннектятся. Сейчас буквально немного и... Кому автолуз, Sweet's, автолуз, KG, возможно, будет, если он сейчас, вот, после этого боя не появится в сети и не сыграет с Quest N7. Просто проблема в том, что Quest N7 просил меня поставить его бой первым, да, там, там, по времени что-то не укладывается. Вот, я, собственно, сделал вот их бой первым. И в итоге сейчас KG, он не то что... Не добавил меня в друзья, во-первых, в стиме. То есть я даже не знаю вообще, что с ним, где он. Вот, и еще я до кучи... Не могу бесконечно откладывать их в бой, поэтому такие вот дела. В общем-то, я писал про то, что если я не предупреждаю на том, что человек не появляется, значит, я топтул. Так, у нас тем временем Колдор сконнектился с KGST3. Честно говоря, ни разу не видел ни того, ни другого. Вот, поэтому... Посмотрим. Как ребята отыграют. Так, и что тут постоянно к нам? Окна сворачиваются. Да, человек с длинным ником, который попросил называть меня, его просто Колдор, выбирает Джонни Кейджа. Так, Колин СТ3 выбирает Милен. Ну что ж, тут надо признать, что матчап не очень хороший для Милены, потому что у Джонни Кейджа есть, в принципе, все опции, которыми он может законтрить. Да, ну вот очень рискованный врыв сейчас был с Болом. И нужно было как-то продолжить его, но не сложилось. Бывает. Так, не законфирмил. Это вив, который должен был быть наказан, но повезло Кейджу в этот раз. Да, вот он, Колено Прессинг. Милена пока что все отлично делает. Все правильно контрит, да. Хороший врыв с телепортом. Бафлит Джонни Кейдж свою возможность запанишить Милену. Милена, в свою очередь, упускает возможность позвонить Кейджа. Зачем-то пытается в ближку Коллинг влезть. Хотя это, наверное, не очень хорошая идея против Кейджа. Даже не знаю, для кого хорошая идея, для кого из персов у нас в виду, лезть в ближку против Джонни Кейджа. И это комба, да. Первый раунд у нас остается за Коллингом. Так, Свитц меня тем временем не спрашивает, что с Кави. Да, все-таки у него все бои проигрывали, потому что он отказался от участия в лиге. Сказал, что дропнул МК. Такие вот дела. Итак, у нас тем временем продолжаются бои Милины. В этот раз у нее идет все не так удачно. И мы по жизни примерно равны. Да, через Д3 пытается Кейдж подобраться. Все правильно делает. Вот он опять колено прессинг, снова не конфирмит, но раунд тем не менее забирает. Красная нога, отличный врыв. Не попадает инстанциями, слишком высоко делает их Коллинг. Но вот Джонни Кейджа пока что использует свою пользу. Да, вот здесь не угадал миксап Милены. Там можно было ей вставить что-нибудь, типа Д3 или телепорт. Отмените телепорт эту серию. Отличный врыв, но Брейкер спасает. Пока что Милена отзонивается, отпокивается, и это приносит ей свои успехи. То есть, Джонни Кейджа потихонечку, жизнь кончается. Это может быть победная комба. И почти, почти немного не дотягивает. Осталось буквально ничего. И последний удар с Айми. У нас Коллинг берет первый бой. Да, конечно, школьники у нас не допускаются к игре 18+. Так что, автолузы, естественно. Естественно, всем ставим автолузы. Итак, остаются у нас игроки на своих персонажах. Все-таки Колдор думает, что нужно что-то сделать. Да, отличная контра, но не продолжает. В этот раз все прекрасно законфирмировано, все хорошо. Нужно продолжать дальше разводить Милину на дамаг. Благо, с этим проблем быть не должно. Потому что, все-таки, Кейджа хороший прессинг. Хотя бы чипом он там может набить кучу всего. А Джо уже не школьник, кстати. Он учится в институте. Так что, стасы... Он не подпадает под той критерий. И могла бы быть сейчас победный удар коленом, но, к сожалению, не дропнул Колдор. Очень похоже Никью, ребят. Я их иногда путаю. Обдумываю, что кого из них назвать. Джонни Кейдж не уверен, но берет первый раунд. В общем-то, показывает свою возможность выиграть. Не попадает. Вот этот вот ужасный удар, который... ...изникает, когда ты нажимаешь не двойку, а F2. И, в общем-то... Да, он наказывается. Опять эта двухметровая Милинина Д4 выбивает Кейджа из любых вообще попыток подойти. Это все сложно, на самом деле, для Кейджа в онлайне. Особенно, если лаги. И надо было делать тигзовый надпанч, который продвигает вперед. Тогда бы он попал сейчас. Нет, снова не наказывает телепорт-блок. Их там можно наказать хотя бы через бонтьер какой-нибудь простой, типа единички. И вообще очень рискованно сейчас играет Милена, но это приносит ей свои плоды, и второй раунд довольно уверенно. Очень расточительно тратит метр Колдор. В принципе, с одной стороны правильно делает, чтобы Милина не расслаблялась. С другой стороны метр здесь надо беречь. Отличный конфер. Неплохая комба. Если оппонент есть, можешь сегодня сыграть Just Up Server. Да, окей, в принципе, как раз отлично будет, потому что у меня, походу, два боя слились. Я понял вас, да. То есть, как бы, готовьтесь тогда, если есть оппонент. Так, Джонни Кейдж тем временем зажимает Милену в углу и добивает ей последний ХП. Последний Крапари ХП. Так у нас в чате призывают Корея тем временем. Вот. Но почему-то он не хочет отвечать. Видимо, не до этого. Это просто безжалостно Коллинг контрапикает Китана и Кейджа. Вот. Но пока что этот контрапик не очень ему приносит успехи, потому что, в общем-то, Джонни Кейдж сейчас зажал Китану в углу, и... всё довольно плохо. Для неё пока что лайфрит на стороне Джонни Кейджа. Спорные траты Брейкера, хотя, в принципе, для Китаны проблем это особо нету. В этом плане она может набрать за счёт инстантов вейеров довольно быстро себе метр и на Брейкер, и на всё остальное. Так, и вот буквально коленочкой в блок остаётся Кейджу заехать к Китане, чтобы выиграть этот раунд. И он защищает не коленом, а ногой. Свитц, вы, короче говоря, договоритесь с ним, напиши ему в Steam, добавь его в друзья, потому что он сказал сегодня, что не сможет сыграть. К сожалению, это поздно было, поэтому я не успел отменить ваш матч. Вот. Но, тем не менее, он предупредил, так что я ничего не могу сделать. А то луза здесь уже не сработает. Тем временем у нас Китана отлично разводит Кейджа на дамаг и берёт второй раунд. Почему бы нет? Ну вот они, веера и миксапы делают своё дело. Сложно в онлайне среагировать на нижнюю подножку вот эту, несмотря на то, что она кажется долгой. Если ты не нагрочил вот эту вот на реакцию в блочи, то у тебя большие проблемы будут. Да, отлично, Кейдж прорывается с красной ногой, чтобы Китана не расслаблялась. В этом матчапе очень важно показать Китане, что ты можешь внезапно сделать что-нибудь, какое-нибудь говно, которое попадёт к тебе. Да-да-да, Свист, просто не сегодня. Вы как бы там договоритесь, запишите мне бой, я потом застримлю его отдельно. Ну, в смысле, не отдельно, а в одни из следующих разов. Очень самонадеянный иксрей от Китаны. Вот этот вот перелёт никак, к сожалению, Кейджа не наказывается, и из-за этого Китана у нас берёт второй бой. 2-1. В пользу Коллинга. Алекс Диего, привет. Да, сегодня Steam стримим. В следующий раз будет PS3, наверное. Наверное, в следующий раз. Посмотрим, что там поигрываем в сетках. Отличная идея у Джонни Кейджа. Просто как бог перебивает Китану в воздухе. Несмотря на то, что она, по идее, должна контрить весь воздух. И начинается убийственный прессинг в углу, но, по идее, в убийственный. Отлично Коу-Колдер всё делает, то есть Бэкит Поккей. Прям вижу, как он это делает. Хорошо угадывает с инстинкт-мира. Хотя, конечно, очень рискованная игра. Мог за это получить очень много дамага. С Китаной в этом плане надо быть очень осторожным. Так, и пока что продолжается прессинг. Так, да, здесь вот хороший комбан, но брейкер, наверное, зря был сделан. Алекс Диего, ты, к сожалению, опоздал уже. У нас, в общем-то, все слоты заняты. Регистрация закончилась в конце января. Хотя, в принципе, есть Кави, который отказался от участия. В принципе, если никто не против, то я могу вместо него поставить тебя. В группу, к джастоп-серверу. Будешь все его сливать. Вот, но это если ребята не против, то есть это уже не от меня зависит. Да, я как организатор могу предложить им такой вариант, но не факт, что они согласятся. Так, у нас тем временем брейкер туда, брейкер сюда. У Кейджа остается все меньше жизни. И вот это должна быть победная комба Китана. Нет, она их дропает. Коллинг все-таки не до конца поставил еще эту комбулю. Отличный врыв мог бы быть. И вот сейчас Кейдж должен вот этими своими зажимами в углу убивать Китану. Сейчас бы бросочек просто сделал, чтобы добить, но нет. К сожалению, не угадывает Кейдж. И Коллинг берет у нас третий бой. 3-1 становится счет. Ну что же, возьмет ли Колдор своего зонищего персонажа? Нет, как оказалось, нет. Пока что он уверен в своем Кейдже. В общем-то да, есть потенциал в нем. Отлично. JustUp Server уже не против. Видишь, Алекс Диего тебе повезло. И в этом бою уже не так уверенно ведет себя Кейдж. Мало жизни сейчас остается у него. Будет очень сложно затащить у Китана. Тем более, что она сейчас уходит на расстояние. А жизнь тут практически для броска осталась. И да, вот отличный миксап. Тут уже надо просто набирать каким-то образом метр. Да, например, кинуть шарик и получить вверх в лицо. Почему бы нет? Так, красная нога. Довольно рискованные траты метра, но... Пока пошел в хит Китане, поэтому все в порядке. Прессинг через Д3. Респект Китана попытки Кейджа попрессит. Мне кажется, нужно более смело играть сейчас Китане для того, чтобы выбраться из вот этих вот коленопеста. И это прессинг в углу. Может быть очень больно. Нет, Китана все-таки вырывается. Никакого наказания за Виф не было, к сожалению. И буквально на мгновение отпустил блок Джонни Кейдж и получает комбу в лицо. И это победа Китаны очередная. У нас счет 4-1 становится. Очень трудно сейчас будет камбэкнуть с Холдером. Ему надо положить все усилия. Свидс, насколько я помню, ты не в этой группе, так что... Такие дела. А, нет, стой, в этой же, все правильно. Ну вот видишь, Алекс Диего, тебе не повезло. И контрпик у нас. Колдер просто совершенно наглым образом выбирает Кенши. Сейчас будет обузить плечи, райзинг кармы и все остальное для того, чтобы побеждать Китану. Вот, но пока что мы видим то, что он зря тратит метр. Нужно опасаться прыжков Китаны. Здесь для нее это единственный способ каким-то образом вообще получить дамаг. Зачем-то рефлект делает, но не сработало. Рефлект, нужно было делать что-нибудь другое. Ну, кстати, да, вот партизан тут дельную мысль говорит, то есть... И это победа с помощью X-Ray в первом раунде. Отлично, отлично. Китану просто какие-то нелепые вещи вытворяет и, в общем, все правильно делает, как оказалось. Да, тем временем, у нас партизан говорит в чате дельные вещи, то есть, если ты не приезжаешь на МФА, смысла участвовать в лиге, наверное, никакого не будет. Потому что здесь разыгрываются квоты на... На МФА. Колдер, да, Кваншунг действительно Колдер мне перед боем писал, что он не хочет обузить онлайн. Такие вот дела. Сейчас очень сложная ситуация у Кенши. Несмотря на то, что, казалось бы, это контрпик Китане, пока что все у них идет на равных, и это должна быть победная комба. Да. Нет, нет, дропает! Еще есть шанс, уже нету. 5-1 у нас выигрывает Колдинг. Спасибо, ребят, за игру. Сейчас будем думать, кого пустить дальше. Так. У нас квест Н7 по-прежнему ждет своего оппонента, который не добавился ко мне в друзья. Если нет, сейчас, тогда получается, КГ получает автолуз. И мы тогда стосно посмотрим с бутером на стриме. Так, сейчас ждем ответа. Смысл участвовать на МФА? Ну, как тебе сказать? У нас, в общем-то, призовой фонд, там порядка 40 ксарей. То есть, в общем, если ты не хочешь попробовать выиграть один из призов, то не участвуй. Окей, для тебя тогда смысла нет. Так. Отлично. Ребята не увидят профессиональный драковый бой. Окей, тогда у нас квест Н7 получает автовин. Это будет 5-0. Такие дела у нас. Первый автовин, кстати, в нашей лиге. На удивление. Достаточно ответственные игроки подходят в этот раз к своим боям, к предупреждению. Так, и тогда мы, значит, вызываем бутера и стосно. Бутера и стосно. Как раз пока настрою трансляцию. Да, партизан был 25, стал 40 внезапно. Классно, да? Я тоже этому рад. Такому повороту из событий. Так, бутер, если ты меня слышишь, настрой, пожалуйста, трансляцию. Я не вижу тебя и не могу видеть, потому что она недоступна. Откаты в бюджет это, по-любому. Это все откаты в бюджет, на самом деле. Ну, а если действительно интересно, почему так произошло, могу рассказать эту историю. Кул, кул стори. Из первых уст практически. Так, ждем бутера. Он пока что настраивает нам трансляцию. Да, вот он себя приглашает уже. Так, да, окей, история, в общем, такая была. У нас Арзу планировал сделать, соответственно, с Азера турнир в Нижнем Новгороде. Где главным призом должна была стать ПС-4. Вот, они там скидывались с носа по 15 косарей на, соответственно, вот этот вот. На этот приз. Вот, и так получилось, что Азер в один прекрасный момент пропал по каким-то причинам. Мы не знаем, что с ним. Ну, по крайней мере, я не знаю, что с ним. То есть, неизвестно, что случилось. Вот, соответственно, мы предложили Арзу тот призовой фонд, который он собирался отдать на вот этот вот ПС-4, сделать на МФА, чтобы, как бы, у всех были призы четкие. И, соответственно, никому не было обидно за то, что турниры не пропали. Вот, поэтому к нашим 25 прибавилось еще 15, и в итоге стало 40 тысяч у нас призовой фонд. Так что в этот раз мы сделаем хорошие призы. Так, бутер, начинайте играть. В общем, не вижу для вас никаких препятствий. Стосом у нас известен как самый честный смуг России. Он не делает Резетто в принципе. Так, а бутер у нас довольно-таки хороший люкенг. Люкенг у Москвы, он хороший, вот. Лучший люкенг у Москвы, я бы даже сказал. Ну и посмотрим сейчас, какую игру покажут ребята. По идее, бутер должен знать матчап. Он не раз играл и с JustUp Server, со мной тоже поигрывал, так что... Да, и вот он. Не делает, собственно, с Резетто. Вместо этого делает... Кабы на 19%. Кваншунг, да, не удивляйся. Такой вот у нас призовой фонд интересный на МК-9. Так, да, боится у нас бутер получить бомбу в хит. И все равно, в общем, как-то это удается. Несмотря на то, что он практически перемещается в блоке. Постоянно. Да, это... В общем, опустил на момент блок. И неужели это Резет от Стосна? Господи, это Резет от Стосна. Я не могу в это поверить. Потрясающе. Так, хорошие пэри от Лю Кенга. Здесь вот угадал Д4, хотя очень опасно присел. Там буквально, если был бы Б2, то все плохо. Закончилось для Лю Кенга. И вот здесь вот размен не в пользу Лю. Нужно будет ли поаккуратнее быть с такими мувами. И хорошо врывается, да. Зря Стосн лезет после своего СК. Там все-таки минус 9 на блоке. Надо уважать опции противника. Особенно Лю Кенга, у которого достаточно быстрые удары есть. И да, не вытерпел Стосн, опустил блок. Сколько раз Бутер попался на этой разводке? 2-1-4, Смолк Клауд. И больше он не попадается на ней. И каким-то невероятным чудом Стосн забирает вообще первый бой. То есть рандомный телепорт попадает в хит. Казалось бы. Казалось бы, как это так? Но... Факт остается с фактом. Остается у нас Бутер на Лю Кенге. Все-таки надеется, что затащит он это дело. Да, очень агрессивно начал, но Стосн, в общем, сделал ход конем. Прыжок назад телепорт. Потрясающая опция. Немного не угадает впрыжка, зато угадал с Д4. Тут очень рискованно делают Стосн. Вырываясь с Д1. Все на контрфоках буквально. Да, отличный антиэйр. Сейчас мог бы быть, но вместо этого у нас Бутер решил, что ему надо съесть комбу. Это была разводочка на вив. Довольно успешная. Тут вот можно было понизу сейчас пустить фаерболл Лю Кенгу, но почему-то у нас Бутер не пользуется этой опцией. Вроде в ней ничего плохого-то и нет. Да, отлично врывается. И опять нехороший размен для Лю Кенга. Хотя вот Стосн дропнул эту комбулю. Дал Бутеру возможность отыграться и снова-снова залезать в вейкап и получает из-за этого. И бросок должен быть победный. Да, прям буквально вот тюделька в тюдельку. Так, посмотрим, что сейчас придумает Бутер. Довольно трудный матчабль Лю Кенга, в принципе. То есть, если это онлайн и бомба может съедина быть на каждом шагу, то у Лю Кенга не так много вариантов, как делать это. Отличное наказание сейчас могло бы быть, но Брейкер спасает Стосна. Как писал Кайти Смит в своем гайде, Брейкер это лучший способ потратить метр за смолку. Да, отличный огонь по низу. Угадывает с бомбой, можно было там на прыжечку даже сделать. Пытается развести на антиэйр у нас Стосн, пока у него не получается. Бутер в форме не хочет прыгать. Вот они беспорядочные телепорты, дают о себе знать. И да, потратив метр, Бутер все-таки отжимает раунд. Пытается забузить онлайн, отличный антиэйр показывает Стосн. У Лю Кенга нет метра, у Смоука есть метр. Все сейчас плохо, потому что он вышел на комбу, который дает резет. Будет ли это резет? Нет, это не будет резетом. И буквально вот все серии сейчас вифнул Смоук по лежачему Лю Кенгу. И теперь у нас, да, отличный прессинг, как демонстрирует нам Бутер. Если бы он продолжил в том же духе, мог бы еще, наверное, столько же жизни отнять его с Стосна. Хорошо выходит, вынуждает потратить брейкер. И теперь нужно думать, как подобраться к Смоуку. Пытаются развести друг друга игроки на виф, ничего не получается. Зачем-то присаживается Бутер. И, да, в этот раз Стосн заблочил эту комбулю. Пару бросочков буквально Лю Кенгу не хватает для победы. Да, угадывает Лю Кенг, отлично. И нет, все-таки Бутер проигрывает. Это пока что 2-0 у нас. Пытается сэнтерить Лю Кенг, Бутер, то есть. Но, в общем, ничего не получается у него. Невероятный прессинг показывает Бутер. Даже удается сейчас выйти на дамаг, но брейкер спасает Стосна. И сейчас главное не съесть вот эту вот Смоукбомбу. Все плохо сейчас съесть метр у Стосна. Нету метра у Бутера. Нужно именно срочно что-то делать, иначе он может получить резет. Прямо в щи. Да, отлично угадывает с векапом. Опять вот эта замечательная комба, которую я еще ни разу не видел. Снова Стосна не тратит брейкер, чтобы не получить ее. Чуть-чуть не успевает с Б2. Бросок должен добивать. Чуть-чуть не хватает жизни. И да, ногой просто рискует вообще. Очень сильно сейчас рисковал Бутер. Мог получить полную комбу. Дропается комба в углу. Это должен быть... Нет, это не комба. Слишком высоко поймал 2-1-4. Здесь зафейлил ввод на Стосна. Видимо там слишком рано ввел какой-то спешл, который хотел. И очень удачно врывается. Не успевает скоросапить. Снова у нас Бутер лезет в вейки. Вообще Стосна очень часто делает вейки. Нужно... Это использовать Бутеру. Мне кажется, что это может привести его к победе. Так, отличный бросок. А вот это уже могло быть опасно. Зачем-то решает Бутер потратить полоску на Перри. Ну, а Стосна теперь ничего не остается, кроме как отходить, кидать смок-бомбы. Метры полно. Жизни, ну, относительно много. Относительно Люкенга, я имею в виду. Примерно раза в 2-3 уже перевес. И апперкотом заканчивать второй раунд. Ну, это просто верх цинизма, закончить апперкотом. Зато стайлишь. Хорошо угадал Бутер с бомбой. К сожалению, на прыжку не принесла ему много дамага. Было очень много метров смока. Да, снова сейчас мог закомбить. Просто беспорядочно спамят бомбы на расстоянии прыжка с Тосна. За это получает уже второй раз. А вот тут вот отлично угаданный прыжок Люканга. И нет, не работает, не работает. А здесь вот посидеть решил Смоук. Такой, типа, а что мне не посидеть на пенькете, да? Что там, третий удар оверхед, да? Ну ладно, ничего страшного. Присядывает, а вось прокатит. Хорошо угадывает. Нужно было еще один оверхедик сделать Люкенгу. Он был бы очень здорово. И выходит на комбу Бутер, но это будет Брекер, конечно же. Тут вот едва успевает поставить блок. Надо сейчас очень аккуратно действовать с Тосну. Потому что, в общем-то, у Люкенга только вот недавно было превосходство по жизням. Хотя сейчас они сравнялись. И да, это победа за Бутером. 2-1 счет становится. Ох, чувствуется долгое будет противостояние в этот раз. В любом случае, посмотрим, чем это все закончится. Кваншунг, нет, Витязь не отказался. Он просто перенес свои бои. Сказал, что сыграет на запись где-то попозже. Да, Алхим, это Стосин. Самый честный Смог России. Вот, но правда сейчас он попытался сделать резет. Но поскольку у него не получилось, он все еще сохраняет звание самого честного Смога. Да, вот здесь уже не очень хорошая ситуация у Бутера. И вот он, да, тот самый Вейк. Опять хотел я посмотреть на эту комбу, которую ни разу не видел у Люкенга. Но снова, Стосин, мне мешает делать Бреки. Так, вот тут сейчас закомбить мог. Спам Д4 пытается проверить на прыжок. Но после Д4 хит это лучше через Б2 делать. Тратит метр. И влезает буквально Бутер, но, к сожалению, дропает комбу. И вот, да, остатки ХП добиваются с помощью перепрыжки и пары ударов. Пока все удачно складывается для Бутера. Посмотрим, что Стосин сможет сделать. Пока что у него Майндгейм состоит из того, чтобы подойти вплотную и тут же отлететь дымом. Видимо, это разводка на что-то. Очень удачно сейчас Бутер мог бы закомбить. Но выбивает Брекер. В любом случае он оставляет Смога без метра. Это потрясающе. Потому что метр Смогу очень важен. Не нужно недооценивать его дамаг. Второй Брекер у нас тратит Стосин. Бутер пытается все так развести на оверхэд. Надеюсь, что Стосин присядет под ним. Но он встает упорно. Каждый раз. Хорошо угадывает сейчас с дымом. С дымовой шашкой. Тут вот немного поторопился Стосин отпустить блок. Уже ему не терпится в атаку пойти. Какие-то красапы бесконечные. Некрасивую игру показывают ребята. Зачем-то сейчас Бутер сделал нейтрал джампанч. Хотя этого делать не стоило. Вот эту муву тем более не стоило делать. И это стоит ему раунды, как мы видим. Вот так вот. Весь поль, то вся соль, которую вложил Бутер в этот бой. Они не оправдались. За счет ни одного... За счет, точнее, одного неверного движения. Хороший сейчас спейсинг был. Не долетел с велосипедом. Не знаю, это точный расчет Бутера был ли. Либо случайно так получилось. Но, в общем, все очень хорошо сложилось. Пытается заставить Стоссен попрыгать. Люкенга. Пока у него ничего не получается. И вот отпускает блок на мгновение. Буквально Бутер за это получает смок-бомбу. А вот это уже будет победа с Стоссен, если он сделает брейкер. Ой, то есть резет. Да, он же не делает резет, я забыл. Но, в любом случае, 3-1. Пока что Стоссен ведет, уверенно, довольно-таки. Нужно Бутеру придумать что-то. Какую-то модель поведения, которая поможет ему законтрить. Такие действия смока. То D4-2, это вообще элементарно контриться. Тем же апперкотом даже. Итак, посмотрим. Да, опять агрессивный начало от Бутера. И снова он из-за этого огребает. Ну, благо Стоссен дропает комбу. И тратит метр. Угадал с D4, не угадал с броском. Пытается антиэрить в воздух. Ничего не получается. Да, вот, отличная разводочка была. И выход на комбулю. Снова делает вейкап из Тоссен. Надо помнить все время об этом Бутеру. Потому что в углу довольно часто наблюдаю телепорт от смока. Нужно просто об этом помнить. И да, отлично контрпока. Как известно, у нас же D1, это мид. Поэтому его можно блочить стоя. Не обязательно сидеть. В отличие от D3. А минус там довольно большой. Так, пытается позонить у нас Люкенг Смоука. Не очень хорошая идея. Тут нужно переходить в активное наступление. Да, удается поднять практически с земли. И не наказал. Как же так? Не наказал такую. Такой он сейф большой. Пока все все блочат. Все проджектайлы, которые летят по экрану, они все блочатся. Будет ли это резет? Нет, не будет. Отвечает нам Стасен. Бросочек. Отличный выход на дамаг X-Ray. Просто невероятно. Да, это похоже будет конец раунда. 4-1 у нас пользу Стасна. Довольно уверенно ведет он. Бутер думает, кого взять. Люкенга или нет. И да, все-таки решает остаться на нем. Опять не наказывается невероятный ансейфный телепорт. Видимо, Бутер просто был настолько ошарашен таким поведением Стасна, что не ожидал этого. Опасная комбо 1-3. Совершенно ненужная в данном... Вообще, в принципе, ненужная в этой игре. Большой минус на блоке. На хите ничего не дает. Снова прессинг. Да, у нас вот битерская школа. Они любят после серии лезть с поками. Бутер, к сожалению, не умеет бейтить это дело. Поэтому... То есть не умеет, а плохо это делает. Поэтому... В общем-то, он сейчас теряет кучу дамага на самом деле. То есть можно было бы попробовать чисто на этом делать такие комбы, которые, в общем-то, хороший дамачок дают. Так, бросочек. И каким-то образом попадает смогбомба в антиэйр. Нет, это не резет. Зато потратил у нас метр с Тосом. А вот это уже будет победа. Да. Ну что ж, в Бутер есть последний шанс, чтобы комбетнуться. Сейчас для него решается все. В этот раз бросочками хочет пользоваться Тосом. В принципе, почему нет? Два бросочка это четверть жизни. А для смоку чип дамаг, в принципе, не такой большой. Поэтому довольно-таки хорошая опция. И не наказал сейчас Стосом. Просто начинает троллить. Забрасывая оппонента вообще вот просто как может. Здесь хорошо выпукнулся Бутер, но, в общем-то, у него не так все хорошо сейчас по жизни. Да, Стосом, похоже, действительно начинает троллить. И эта игра может затянуться еще на полчаса из-за этого. Отличный оверхэд. И комбит с X-Ray у нас Бутер. Будет ли это добивание? Сейчас посмотрим. Да. Все-таки один раунд удалось забрать Бутеру. И сейчас опять все равно его судьба на волоске. Попытался сделать Стосс на резет. Не получилось в этот раз. Вот они пошли. Течи, Бойко, Бойкова. Нитралджампанч в углу. Он дает о себе знать. И Стоссен. Значит, забирает этот бой. Счет становится 5-1. Спасибо, Бутер. Спасибо, Стоссен, за игру. У нас тем временем явился КГ. И мы готовы, в принципе, отыграть этот бой. То есть у нас с Автолузом поторопился я. Не знаю, мне кажется, стоит дать шанс ребятам. Для того, чтобы они показали отличную игру. Поэтому у нас сейчас квест 7 против КГ играют. А потом, соответственно, будет ЖУ против Догмы. Ребята, готовьтесь. Вот, если время останется, в принципе, можно будет тогда Just Observer застримить. Так. Нет, все-таки не может. Или может. Нет, что-то не помню. Сейчас мы выясняем обстоятельства. Так, сейчас, ребятки, буквально 2 минуты у нас небольшие заминки. Вернулся у нас КГ. Человек, который не добавил меня в друзья, не сказал, что он не может играть. То есть человек, который по праву должен получить сейчас Автолуз. Ну, в общем, я даю ему шанс. Да, Стас, но ты не сделал... Нет, ты один резет сделал в углу. В угле я запомнил. Ты сделал один резет. Можешь потом пересмотреть на записи. Ты был где-то в первом или втором бою. Так, и сейчас буквально 2 минуты. Не, Корей все. Корей сказал, что не будет и не отвечал мне с тех пор. Так что, как-то так. Не, Стас, ты у нас... Мы же уже выяснили на турнире, что ты у нас самый честный смог России. Ты не делаешь резетов, и это делает тебе честь, естественно. Потому что ты без них тащишь. А все остальные, они очень нечестно играют. Резеты какие-то делают. А некоторые даже стабильные. Окей. Значит, соответственно... Квест Н7 у нас все-таки выигрывает этот бой. В автоматическом режиме. И тогда у нас на стрим к нам приглашаются Жу и Догма. У нас должно быть Жу и Догма. Да, Кваншунг, Догма, Жу вот как раз сейчас. Так. Привет, номерах. Я тебя внимательно слушаю. Нет, онлайн в стиме не пропатчили. Но призовой, да, расширился до 40к. Отвечаю на твой вопрос. Такой вот у нас интересный призовый. На этом АМФА планируется. Так что, такие дела, ребят. Тренируйте МК-9, МК-10 не нужен. Так, ожидаем трансляцию. И сейчас буквально в течение пары минут начнем. Понял. Так, заявка на стрим. Должна быть одобрена со стороны Жу. Все пошло у нас. И мы сейчас будем наслаждаться очень замечательной битвой. Так, установить. Мы реально пипец. в хорошем смысле. Ну, что ж, рады слышать. Так, вот у нас наше изображение появилось. Все, отлично. Итак, смотрим. Барак против Фредди Крюгера. В принципе, да, сегодня как раз обсуждали, что догма играет баракой. Посмотрим, что он нам предоставит. Что покажет. Что сможет показать точнее. В принципе, странный выбор со стороны Фредди. Фредди Крюгера. У него, вроде, он не такой сильный, как Кабал. Но, в общем-то, его дело. Посмотрим, что он сможет показать. Так, пока барако не очень угадывает то, что будет делать Фредди. Он как-то рассчитывает на то, что он будет подходить. Но, к сожалению, это не так. Фредди в этом матче будет подходить вообще незачем. Потому что барако его перезонить тупо не может. Но, тем не менее, довольно успешно пока что зажимает в углу. И вот у нас уже, да, смена позиций. Так, сейчас полоску вынужден тратить догму будет. И он этого не делает. Все правильно. Сохранил для следующего матча. Пригодится. Пока что размен. Уже не в сторону догмы. Да, неожиданный врыв с этими вот его шипами. Теперь Фредди дропает комбу. Зачем-то блочит верхнюю перчатку догма, добивая себе чип блока и давая противнику метр. Метра и так, в принципе, достаточно у Фредди. У него уже целый X-Ray есть. И вот, да, хорошее наказание за вив. Брейкер вынуждается потратить барака. И немножко не достает вот этими своими пилами. Так, X-Ray и X-Ray практически решает провести Фредди. Но нет, догма не так прост. И да, вот он. Не тратьте X-Ray никогда просто так. Это может привести вас к поражению. Что ж, а теперь надо поднапрячься, потому что не так все хорошо у Фредди, как у Догма. У Догма и есть один метр, у Фредди его надо еще набирать. Хороший спейсинг. А вот здесь зря полез вейкап. Не нужно так нагло лезть вейкап противников. Иначе вы можете оказаться в неловкой ситуации. Вынуждает потратить метр. Сейчас будут забрасывать перчатками Фредди. Который раз уже съедает шипы после перчатки. Можно что-то с этим делать. Выход на комбу. Это будет, естественно, брейкер. Вот он, Догма, набрал полоску, пропустив хит пару ударов. И опять неожиданный врыв. Снова отпускает блок Феря. И сейчас надо бы размениваться ему вот этими вот своими джектайлами, но нет. И это 1-0 в пользу Жу. В принципе, ни в одну калитку идет игра. То есть, есть шанс у Догма затащить. Отлично сейчас смог бы быть выход на комбу, но не трогает у нас Догма. Да, здесь фреймтрап. Решает выпрыгнуть Федя. Все правильно делают, угадывают в этот раз. Ну, я не знаю. У меня все нормально. Ничего не лагает вроде. Ко-моему, что... И просто потрясающе Федя разводит на все эти штучки. Барака решает отдать метр. Надеется еще на этот раунд, но, к сожалению, за раунд заделают, как показала практика. Довольно уверенно Федор Крюков забирает этот раунд. Нужно подходить, бараки, нужно подходить. Да, снова в очередной раз жрет шипы. Будет апперкод на фуллскрине. Не знаю, там что-нибудь, наверное, фейл был в обводе чего-то. Да, и в этот раз зря очень Федя полез. Был перебит коленкой. Опять неожиданный врыв. Пытается развести догму на вив, но, к сожалению, никак не наказал этого дела. Проходит спин невероятным образом. И все-таки решает Фредди Крюгер потратить брейкер, думает, что еще этот раунд может оказаться за ним. Ну, в принципе, одна хорошая комба от Фредди Крюгера, и да, действительно так и будет. Но нет, к сожалению, догма у нас пнул ногой в воздухе и выиграл этот раунд. Решающий раунд. Хорошая комбуль на 26%. Одна из самых сильных из сонеров, которые вообще есть. Вот сейчас должен внезапно ворваться. Да, вот он, догма, внезапно вырывается. Пошли миксапчики в ход. Очень сейчас рискованный спин был со стороны бараки. Можно было там, не знаю, угадать, присесть против него. И опять решает X-Ray потратить Жу. К сожалению, это приносит ему поражение. не тратить люди X-Ray просто так. Да, это будет Кабал, действительно. Решает прибегнуть у нас Жу к самому сильному своему оружию. Очень хорошо он у него поставлен. И мы сейчас будем, наверное, наблюдать хороший прессинг. Если только догма у нас не знает матчапа против Кабалу. Да, вот они хэй-хэй-хэй стандартные. В номерах да, МК-9 будет сайд-эвентом независимо от призовых. Просто так сложилось, что у них мейн-дисциплина это Гилти Гир и МК-Х. Вот, а Биологин он же писал тебе по поводу того, что он не участвует больше в организации МФА, то есть он теперь курирует, а остальная команда Пайтин Кру занимается этим делом. Поэтому не Биологину, наверное, решать надо, а тем, кто этим делом занимается, непосредственно организатором. Такие вот дела. Так, пытается развести на бросок Кабал, ничего у него не получается в данном случае. Вынуждают потратить брейкер. Не угадывают с векапом Барака. Ну и да, сейчас будет зонинг, сейчас Кабалу не за чем подходить. Тем не менее, Жу рискует и подходит, да, делает свое дело. Это у нас 2-1. Будет ли контрпик? Через несколько секунд смотрим. Нет, контрпика не будет, по-прежнему Барака. Стрим не работает, но у меня дропы не показывают, то есть, наверное, проблемы у Гудгейма. Такие вот дела. Ну, если что, потом записи можно посмотреть. Конечно, ничего страшного, это не... в этом нет. Так, довольно уверенно у нас с прессинг начинает Кабал. И это должна быть победа. Тут буквально чик-дамагом добивает Кабал. Надо было перестать держать блок Бараки, потому что он еще и в общем-то метр мог получить. Довольно неожиданный врыв. Это было интересно. Сейчас Мув пытается наказать Кабал в Бараку, но не получается. Не успевает колено прийти вовремя. Да, любит делать вот этот вот фреймтрапс через Д3. На самом деле нужны быть такие вещи и наказывать очень жестоко. И почти, почти сейчас я думал, что вифнул последний удар. Нет, он вифнул. Опять вход пошли в Микстап от Бараки. Снова пробежка. Вот здесь размен уже не очень хороший. Ну, с учетом того, что размена как такового нет. попал тот же стайл в Вейк. Терпит Барак и зря очень терпит. Это должен быть ГГ, да. У нас счет становится 3-1. Сможет ли камбэк догма. Непростая задача для Бараки на самом деле, но, в общем-то, как мы видим, довольно-таки успешно он вырывается вилами неожиданно, очень неожиданно. По крайней мере, ЖУВ все пропускает в хит. Да, оставляет для прессинга на ногах, но прессинг у Бараки не очень, конечно. бред дисфорей с Смаре. очень успешный сейчас прессинг показывает нам ЖУВ. И да, вот сейчас зонинг будет. Будем мы наблюдать в большом количестве, потому что к Абалу больше не за чем подходить. тем не менее, мы все равно видим, что он это делает и довольно успешно. Подошел, сделал коленочку, сделал камбулечку и все, вот он, твой раунд выигран. Снова неожиданный вриф от Бараки. Сейчас он очень сильно рисковал вот этим делом, но все обошлось. Отличный прессинг через 2 НДЦ. Не знает Барака, что с этим делать и вот наконец-то находит дырку, чтобы вставить спин, но поздно, в общем-то. Больше чем полжизни уже нету. Опять пытается залезть успешно в Вейк, но, к сожалению, не очень успешно не залез. Бросок и да, это победа. 4-1. Последний шанс для Догмы сейчас камбэкнется. Так, ребята, задумались. Видимо, обсуждают счет, может быть. Счет 4-1. У вас еще пятая игра осталась. Если вы меня слышите, конечно. Да, возможно, сейчас Догм просто обдумал тактику игры против Кабала, против Жу конкретно, и думает, что бы такого сделать, чтобы выиграть наконец-таки. Сначала один бой, потом еще один, а потом еще два. Пока что модель поведения не сильно меняется у Бараки. Вот, но тут, да, тут все сложно. Кабалу на ближке сильнее, и в зонинге вроде как не особо Барака может чем-то отметить, поэтому сложно здесь в Бараке только размениваться. Да, и Жу просто вот даже не пытается ничего сделать, хочет застрелять Бараку. И сейчас могло бы быть отличное наказание за виф, но, к сожалению, заслопочил Догма ничего хорошего не сделал из-за такой ситуации сложившейся, хотя, в принципе, мог бы. Да, и прямо на искру натыкается Кабал в своем новом от Дэша. Вот так вот, не делайте дети новом от Дэш, когда видите, что у вас что-нибудь летит. Огненное или железное. В этот раз хорошо заблочил Догму пилу нижнюю, вот, но все равно попал в итоге Кабалу в прессинг, который заканчивается броском. Ох, немножко не долетел, не угадал с таймингами, точнее, Догма. Это снова прессинг от Кабала, безжалостный, неумолимый, и тут вот уже остается только получить дамаг, да, как сейчас в бараке сделал, и получить метр. Так, что произошло? Да, свернули игру, понятно. Это могла бы быть Камбуля, но решается Кабал потратить метр свой. Ему не жалко, он еще сейчас настреляет себе быстренько. В общем-то, метр туда, метр сюда. Чего бы нет. Крики, крики, крики. Коленочка в конце, все довольно стандартно. 16 ударов, там, 19% фронтира, 29%. И да, снова у нас Догма попадает в неприятную Камбулину. Зачем-то выкидывает из угла Кабал, возможно, это какой-то хитрый план, задумка. Не достает немножко и тратит еще метр до кучи. Да, все плохо заканчивается у Догмы. И это 5-1 в пользу. В пользу жу. Так, ну что ж, в сервер у нас хотел сыграть еще, если я не ошибаюсь, на стриме с кем-то из своей группы. Сейчас тогда у него спросить, нашел ли он кого-нибудь. Найти бы еще в списке друзей. Так. Так-то у нас в принципе на сегодня все матчи закончились, но поскольку Юра говорил, что он может, то что бы не дать ему такую возможность? Раз уж такие предложения идут в ход, почему бы нет? У меня только Свитц был, ну что, сыграйте со Свитцем, почему нет? Мне кажется, сейчас Свитц, ты на стриме же еще, да, смотришь, в чате есть ты? Вот, а в сервер с тобой хочется играть очень сильно, поэтому вы можете с ним с Бутером еще может сыграть Федя, Жу, а, не договаривайся, ну молодцы, нет, я рад, что вы договорились, как бы, да, но со мной этого не договорились, Свитц тоже готов, так, ну что, тогда я предлагаю застримить ObserverCast со Свитцем, а потом уже, соответственно, если останется время, то Федя, Жу и Бутера, я думаю, что это будет клево. Так, тогда мне нужен Свитц, наверное, с него будем смотреть трансляцию сейчас. Так, 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 сейчас посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Дисфер, нет, мы не через PSN, мы через Steam играем. с Юрой у нас, в общем-то, были проблемы с трансляцией, мы пытались с ним сконнектиться, и, в общем-то, у нас не особо что получилось. Так что, даже не знаю, наверное, придется не через Юру смотреть, потому что мне даже не отвечает ничем. Так, смотрим, что тут здесь. Свитца есть интересного. Не, похоже, все-таки в Юру я не могу трансляцию смотреть. через нечего, Так что, я имею в виду, 설ежку о том, а вы, или, 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 или что-то. сейчас 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 в течение двух минут должно все наладится так у нас там тем временем в чате кого-то банят я посмотрел только что просто видимо это давно уже было так ну что у нас трансляции недоступно почему недоступно просил настроить всех предзаказал я mkx да предзаказал но правда обычная версия там без этих понтов лишних я там четыре персонажа из каких-то фильмов и так далее вот посмотрим что там они наделали с этим нам к иксом по мне вот как кажется сейчас да мкx это вот будет нечто среднее между enjoy и mk9 собственно то есть если ребята из нрс взяли лучше оттуда и оттуда и соединили это дело то он вполне нормально это будет смотреться так пока ждем ребят говорит что может просесть fps главное чтобы удар чувствовался но если ты хочешь дисфорез чтобы до чувствовался не знаю найди гопников и очень с ними сделай там скажи и пацанчики ничего совсем охренели анти такие удары сделаешь все почувствуешь так прямо таки трабл с трансляции сегодня у нас он и о и и и и и и к и и и Ага, отлично, пошло всё. Так, смотрим, что там происходит. Сейчас буквально ещё нужно минутку времени, чтобы всё дело настроиться. Ага, и всё висит, да? Отлично. 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 Может, не очень удачно у нас пара выбрана для того, чтобы стримить их с трансляцией. Или я гоню. Во, сейчас всё идёт. В принципе, да, тогда можно начинать. Джейд. Джонни Кейдж. Так, очередной Джонни Кейдж у нас. Джейд, соответственно, от Just Observer. Он больше не хочет играть за шлюху чаров типа Sony и Смоука. Ну, в принципе, она ему, наверное, и не нужна, раз он показывает отличный прессинг. Так, немного меньше размера. Ну, Just Observer пока уверенно себе набивает дамаг. То есть, ну, не себе, а наоборот, противнику. Life Fleet он себе набивает. Вот. Поэтому, в общем, всё хорошо. А Джонни Кейдж тем временем никак не распоряжается своим метром. Не знаю, думает ли он, что он пригодится в дальнейшем, либо там ждёт подходящего случая. Сейчас посмотрим. Вот это какой-то непонятный выпад был. Видимо, пытался сделать wake-up. И да, вот он X-Ray. Не продолжает никак комбу и пытается с коленом сейчас проникнуть в личное пространство Джейд. Каким-то образом бросок вообще выдался. Непонятно. Всё, вообще всё, что можно, вифы. Такое ощущение, что ребят просто разминаются. Так, обсерби меня решил пригласить в игру. Зачем меня приглашать в игру? Нет, всё-таки это не баттон-чек был. Это была реально серьёзная игра. Несмотря на какие-то непонятные вообще удары, которые там были. Юра зачем-то решает покинуть игру. Непонятно зачем. Непонятно. Всё-таки решает код хас дать. Но... Ну ладно. Смотрим, что из этого получится. Чё-то прям все резко паснули. в это время у нас 100 минут. Тут корей пришёл, говорит, я тоже хочу сыграть. Эм... Так, чё происходит? Джастап сервер выкинуло. Угу. Ну да, код х не лучшая идея в МК. Угу. Ну да, код х не лучшая идея в МК. Так, решает у нас об сервер остаться на Джейд. Ну, в общем, ничего не вижу плохого в этом решении. Довольно удачно он показал себя в прошлый раз. И теперь они могут соединиться, ребята. Похоже. Или вообще, чё происходит? Кто-нибудь расскажите мне. Хотя бы в чатике там или в Steam напишите, не знаю. А, понял, Connected Match. Видимо, для Юры принципиально, чтобы он был первым плеером. Джонни Кейдж. Джейд. Так, ну что же, поехали. В этот раз, надеюсь, без приключений. Раунд 1. Погнали! Да, и вот, нет никакого конфермента после колен. Конечно, зачем он нужен? Джонни Кейдж и так может вынести нормальный дамаг. Тут в какой-то веке удаётся Джаста в сервере ввести Глоу. Всё, он жалуется очень часто, что вместо него Бумеранг вылетает. Вот, но сейчас вообще с этим никаких проблем не было. И красная нога Джонни Кейдж, он последний метр свой вливает. Ну, не знаю, спорное решение, конечно. И снова красная нога. Опять без метра остался Джонни Кейдж, в то время как Джейд со всем метром. Тут уже просто, да, можно добить чипом. Что, собственно, Джаста в сервере делает. Погнали! Так, ну что же, удачный Д4. Хорошо Глоу сделал, законтрил всё то, что хотел сделать Кейдж. Какие-то непонятные тычки через Д1 у Кейджа. Видимо, не самый идеальный коннект, ребят. Ну, в общем-то, всем известно, какой вам кого онлайн. Так, а вот это могло бы быть у нас... Да, комбой, но не сложилось. И Джаста в сервере у нас берёт второй бой. И это пока что 2-0. Джонни Кейдж. Всё равно, несмотря ни на что, остаётся свитц на Джонни Кейджа. Так, а Джаста в сервере прикидает игру, похоже. О, как интересно, он из Стима тоже вышел. Такс, ну ладненько, ладненько, ждём обратно. Входа. Я вообще первый раз такую ошибку сейчас вижу, честно говоря. Видите, ники не подписаны у игроков. То есть как-то это не совсем нормально для онлайна. Мне кажется, что-то здесь не так пошло. Так, не могу понять, что происходит. Сейчас спрошу, как. Чё вообще. Как-то всё очень странно выглядит. вот так вот. Кстати, всё понятно. Просто по-настоящему лета. Ухода до конца. О, так вот. И вы смотрите в обеяльном вкусе. То есть как-то всё. какие-то дисконнекта постоянное пересоздание но в общем-то ничего хорошего нам это не предвещает на чувство так ребятам нужно временно перезапуск стима что-то пошло не так но вы сами все в принципе видели то есть вообще первый раз видел такую штуку что у игроков нету ников вообще в онлайне и И так, и так. А что сейчас происходит? Сейчас я бросаю реквест на стрим. С лицу, и мы надеемся, что нас соединит в этот раз. Все продолжится. Пока что 2.0 в пользу desktop сервера. Вроде пошло дело. Вроде. Да, картинка появилась. Все, отлично. Продолжаем нашу игру. Напомню, всем счет 2.0. В пользу desktop сервера. Но что-то опять какие-то дисконекты. Ребята, давайте посмотрим. Давайте, соединяйтесь уже. Не сможете. Я верю в вас. Глубь, конечно, верить в онлайн-мкану. Что есть, то есть. Так, ну да, мы наконец-то продолжаем. Все отлично. И третья игра у нас. Посмотрим, что сможет Джонни Кейдж противопоставить Джейд. В этот раз. Подножка очень рискованная. Сейчас на патчбол. Нужно было трижды подумать, прежде чем это делать. И вот, да, начинаются вот эти вот трюки с бумерангом, который, как ни странно, возвращается. Зря потраченная полоска. Ничего не делает Джонни Кейдж сидит в блоке. Ждет каких-то действий решительных от Джейд. Наверное, не самая лучшая тактика в его положении, но что есть, то есть. У нас пока 1-0 по раундам. Смотрим, что получается. Далее. Вообще не вижу ни одной причины для Джейд не зонит Кейджа. То есть можно просто вот как-то брать и бумеранги, бросать их с футскрина и все. Ничего нам Кейдж не сделает. Ну, проедется пару раз красной ногой. Ну, как бы и что. В углу зажимает. Да, ждет ошибки Just Observer. Дожидается над панчем в итоге. И это сейчас должно быть какая-то победная комбан. Нет, не совсем. Через D4, видимо, не может он запустить бумеранг. И в итоге выигрывает совершенно другую вещь. Это у нас 3-0. Вся побитая надовольная Джейд у нас идет на 6-те. Точнее, обхватывает его. Так, по-прежнему Свитца остается на Джонни Кейджа. Возможно, стоило бы попробовать другого персонажа взять. Так, и опять совершенно знатывали бы. Что ж такое-то? Итак, в очередной раз Джейд в Джонни Кейдж. Снова нет зонинга. Опять-таки зачем-то стремиться в ближку у нас при Just Observer. Пресет Кейджа. Очень странное желание со стороны Джейд. Потому что, по сути-то, у ней все намного хуже в ближке, чем у Кейджа. Не очень удачно тратит метр. Хотя, с другой стороны, выжимает 11% дамага. И это все равно лучше, чем ничего. А вот здесь все довольно удачно сливает. Это будет отнятый брейкер. И снова в вейкап залезает Свитца. Очень зря это делает. Там можно было что-нибудь придумать другое. Чтобы забейтить на что-нибудь интересное. Опять мы видим потрясающие комбы на Джейд. И с кучей ударов, которые снимают совсем мало бы мальчика. Подошел бросок. Почему нет? Давненько бросков мы не видели. Это должно быть наказание. Да, действительно, так и есть. И это победа. Довольно уверенно. 4-0. Срочно нужно Свитца что-нибудь сделать с этим. Потому что... У него последний шанс, по сути, остался. И смотрим, что он предпримет. Агрессивный начало с прыжка. Не ожидал такой наглый свежестап сервер. Настолько не ожидал, что аж получил люлей. Да, это будет бумеранг. Здесь попытка развести на комбу. Немного не рассчитался расстоянием. И снова Кейдж делает опасное колено, которое вифает и, в общем-то... За это наказан. Так, набивание в блок. И тут уже бумерангами надо добивать. Да. Ничего решать. Напоследок потратить полоску Свитц. В общем-то, все правильно делает. Мне кажется, что джестап сервер вполне доволен таким раскладом. Не встает под палкой. Аверхед, который там длится в течение полусекунд, не реагирует на него Кейдж вообще никак. Просто сидит и ждет. Зачем? Непонятно. И снова очень опасный врыв с коленом. Прочитал как бог. Да, не увидел, что экзовый бумеранг полетел. Сейчас наверняка должно было быть Глоу, который так любит Юра. И очень опасный сейчас момент был. И это 5-0. Просто без шансов вообще Юра все сделал. Так, ну что. Тогда у нас получается... Ребята сыграли. Так, сейчас. Да, все, сыграли. Тогда мы ждем Бутера и Федю Жу на стринг к нам. Да, у нас как раз Федя сидит в практике. Так, и буквально сейчас. Одну минутку. Наверное, последний бой на сегодня будет. Потому что уже сколько можно. Так, что-то пошло не так, да? Во, все нормально. Неужели Мирор ребята решили сыграть? Да, похоже, действительно это будет Мирор. И пока что Бутер в этом Мирор матче-то доминирует вполне себе. Бутер у нас в красных штанах. Жу в синий. Обменивается с Проджектайлами. Пока что отличный прессинг с обоих сторон. Да, это была бы победная комба, но нет. Все-таки решает у нас... Жу использовать Брейкер. Не очень удачная идея, потому что... Раунд остается за Бутером. Так, поехали дальше. Пока все довольно уверенно. Жу угадывает практически все движения, которые будет делать Бутер. И это грозит ему тем, что... Сейчас придется сыграть третий раунд в целом. Так, отличная напрыжка с ноги. Зонинг их как-нибудь невероятным чудом и к среи проходит. Так, это будет хорошая комба. Решает не тратить Брейкер у нас с Жу. Видимо, метры ему еще потребуются. И да, ничего не может сделать Бутер против Б3-1-2 и у Лью Кенга. Просто они все перебивают вообще, что можно. Каким-то невероятным чудом задевает и продолжает комбу. И тут осталось буквально немножко. И не угадывает. Эх, последний момент был решающим и не угадал Бутер. Так бы сейчас бы взял этот раунд и выиграл бы игру первой. Почти все в блок приходит. Очень сейчас интересная игра происходит у нас, динамичная. Огонь туда, огонь сюда. Раз, нога полетела внезапно. Динамика. Не динамика. Так, оверхед не прошел. Сейчас у Бутера есть X-Ray. И мне кажется, он ждет момента, чтобы его сделать. Судя по прошлому раунду, он вполне себе может позволить себе. И вот тут уже, да, опасная ситуация. Надо бы срочно что-то делать. И буквально вот немножечко хп остается. Невидимый пиксель. А брейкер-то есть. Ого, ничего себе, вот это комбай. И невероятным чудом просто Бутер вытаскивает первую игру. 1-0 счет. Класс. Потрясающий камбэк. Казалось бы, да, что может быть сложнее. Но нет, Бутер доказал, что все нормально. Что и не в таких ситуациях были ребята. Так, ну что, Кабал, Рейден или кто-то еще? Да, Бутер просто потрясающий камбуде. Делал тоже первый раз вообще играл. Вижу такую штуку. Но тем не менее, ЕС продолжает настаивать на своем легенде. На своем доминировании. Да, нужно Бутер больше делать инстинктов. Потому что Федя тоже их любит поделать, попрыгать соответственно. И вот такие вот камбуды по 12% потихоньку могут с пуск Рената выбить. Как раз таки. Федя. Опять угадывает Бутер. И тут вот уже непонятная ситуация немного. Их-рей туда, Их-рей сюда. Да, просто Бутер добивает. Не, ну что, все правильно? Накапливаешь Их-рей и тратишь его в первом раунде для победы. Во втором набираешь себе снова метр. И потом в третьем раунде снова выиграешь Их-рей. По-моему, все так и происходит сейчас. На экранах. Снова на зоне на две стороны. Пока что Бутер в не очень приятном положении. Просто Fireball туда, Fireball сюда. Я даже не понимаю, что здесь вообще можно комментировать-то особо нечего. Прессинг, да. И вот сейчас у Бутера очень... Да, отлично. Вывел таки брейкер у Жу. И немножко не хватает до Их-рея. Буквально чуть-чуть. Совсем немного. Так что еще чуть-чуть и Бутер сделает его. Очень низко делает инстанты. Бутер таким образом, что нижний Fireball Льюканга попадает по нему. Куда он в верхней точке находится. Прыжки в одну сторону, прыжки в другую. Непонятно, зачем это было сделано. Но в этот раз комбы не получилось. Здесь он был присесть, заблочить. Да, вот. Видно сразу. Респект в Жу. С Рей Льюканга. Потому что подошел вблизи, чтобы отнять у него брейкер. Забрать полоску. Ну, Бутера не удивишь такими разводками. Он Льюканга знает, как свои пять пальцев. Все-таки его мейн основной. Да. Вот он. 1-1 у нас. Счет. Честное имя Льюканга. Забрался здесь, я скажу. Ого, решает Кибер Саб-Зиро взять у нас бутер. Ребят, не сворачивайте, пожалуйста, игру во время стрима. Потому что я не вижу тогда в таком случае, что происходит у вас на экранах. Рискованные слайды. Это комба. Это бросок. Сейчас нужно какой-нибудь придумать сетап с бомбой. Нет, опять выход на комбу. Прекрасная пэри вообще сейчас замечательная. Что-то незачем лезть в бейкапы чужие. Иначе это может закончиться именно таким образом. Ну и тут уже можно практически как-нибудь удачным дайвтиком добить. Можно было сейчас оплетку вот, например, сделать. В крышке. Невероятным прессингом. Восстанавливает себе здоровье. Точнее, лайфлид жу. И да, да. Это камбэк. Действительно, вдруг что-то пишут. Там же всплывающих окошек в стиме нету. Отличный сетап от кибер-саб-зирос с бомбой. Да, и тут хорошо воспользовался бутерство импери. Ну, хотя бы брекер выбил. Хотя в данном случае размен не очень хороший. Юкент без полоски может сделать, наверное, побольше, чем кибер-саб без полоски. Так, ну что ж, третий раунд решающий. Решает Федя Джу начать очень рискованным образом. Тут у тебя пока дела идут не очень, хорошо? Этот слайд был лишним точно. Потому что мы, может быть, завлочим. Но, в общем-то, прошло все в хит, так что пронесло кибер-сабам. Надо придумывать теперь еще как добить. Во, отлично, это будет брекер. Нет, не будет. Это будет дроп. Очень аккуратненько подбирается кибер-саб к ликенгу. Да, и все заканчивается экс-рейм. Оружием же бутеры. Бутеры уничтожаются. Но нет, еще есть крохи хп, а вот уже и, в общем, д1 фазовин. Это 2-1 в пользу Жу. Возможно, опять попробую взять ликенга бутером. Кажется, более аккуратная игра его попробует затащить. Сможет, точнее, затащить. Снова у нас очень динамичный и занимательный и увлекательный матч. Огонь туда, огонь сюда. Да, и вот она начинается. Перестрелка. Ликенга такой гангстер в шаолинском монастыре. Потому что они вот как бы вот... Ну, сразу видно, кто к чему. То есть ребята встретились на стрелке и вот пытаются просто перестрелять друг с друга. И каким-то вот там буквально тремя ударами заканчивается раунг. Да, Федюжу тоже знает все разводки Ликенга. Не ведется на вот эти вот нижние фаерболы, которые выпускает бутер. А сейчас размен был не в его пользу. Это просто какой-то вообще парад безумия. Не хочет сливать раунд Федюжу, сразу видно. Поэтому идет в атаку и делает X-Ray, который добьет бутера. Ха-ха-ха-ха. Это ужасно. Вот честно, ребята, это ужасно, несмотря на то, что 3-1, да? Такой, такой красивый в кавычках игры. Я не ожидал. Видимо, нас ребята знали просто на что шли, договорились заранее. Так что, такие вот дела у нас. Может, таки бутер возьмется за голову сейчас и попробует затащить. Да, отличный фэрри. Пытается Д3 через Д3 достать, не получается. Тут вот Федюжу в контрпоку, видимо. И дроп комбы приводит к тому, что один из Ликенгов сам получает комбу на себе. Да, и снова пошла эта перестрелка. Отличный X-Ray. Надо выбивать брейкер. Да, все правильно сделал. И остается один фаербольчик, но, к сожалению, комба заканчивает раунд. Ох, ребята, ребята. Ну, просто нет слов, на самом деле. Да, это его раунд. Будет, но две полоски зато потратил. Угадывает, надо же. Это, в принципе, нечего угадывать. Тут угадывать надо только из двух фаерболов. Либо верхнего, либо нижнего. Ну, возможно, еще и инстинк. Не так много ситуаций. Наконец-то бутер начинает набивать себе лайфлид. Поймал. Сантиэрил X-Ray. Просто потрясающе. Так, надо выбивать опять брейкер. Нет, снова пытается сделать эту комбу. Ну, и это у нас 3-2 в пользу Жу пока что. Ну что ж, посмотрим, посмотрим. Кенши. От Жу. Немного необычно. Очень редко он играется. Ну, может быть, не редко, но, по крайней мере, я редко от него увидел. Кенши. Пытается угадать Жу, что сейчас будет делать бутер, но бутер, в общем-то, упорно продолжает зониться. Он, видимо, до сих пор еще не привык, чтобы с него не Льюкенг играет. Поэтому кидает фаербол туда, фаербол сюда. Да, хороший врыв на 20%. Вот этим вот экзоумом велосипедом. Потрясающий матч вообще. Самый, наверное, лучший из сегодня. Это просто вершина троллинга. Да, поглощает Жу у нас фаербол, чтобы восстановить себе немного здоровья. Ну, тут вообще надо подходить бутером, но очень аккуратно, потому что сейчас у него уже нет шанса на ошибку. И да, вот он. Как раз тот шанс, про который я говорил, он не сработал. А в этот раз с Федей не сработал инпут. Вместо отражения ввел апперкот. Снова пошли вот эти разводочки от бутера. И да. Флоуэль с Викторей. Унизил просто. Сейчас должен бутер затащить на морали, по идее. Агрессивный врыв приносит свои плоды. Хороший прессинг. Отличный перри. Их чуть-чуть не скомбил. Лжанул с таймингами. Это должна быть комба. Нет, немного не успевает бутер пройти до угла, чтобы продолжить. И здесь Кенши просто спамит плечом в углу. Что еще делать? Хороший антир в виде фаербола. Благо, Люкенг может себе такое позволить. А вот здесь сетап не прокатывает. Это могла бы быть победа сейчас Жу. Но нет. Нет, нет, нет. Никто не сдается. И таки побеждает Жу у нас. 4-2. Последний шанс есть у бутера отыграться. Показать все, на что он способен. Свои лучшие сетапы. Лучшие приемы. Свой лучший майндгейм. Мне кажется, сейчас Федя должен поддаться. Ну, в смысле не должен, а сделает это. Да, вот он пошел майндгейм. Нижний фаербол, верхний фаербол. Нижний фаербол, верхний фаербол. Очень странно, что Кенши отражает не все. По идее, хотя может. Бросочек. Чем плохо? Почему бы и нет? 2 метра потратил на восстановление здоровья себе Федя. Посмотрим, поможет ли ему это. И вот не угадал немножко с таймингом вот этой кнопки. НЖП сделал, но, в общем-то, ошибся с вводом, поэтому немного не прошел удар. Ну, тут надо подходить и фаербол им зонить со состояния прыжка, чтобы не повадно было. Да, и не успевает Федя сделать спешл, поэтому съедает фаербол, который становится решающим в этом раунде. Ну, размен мягкой игре не очень сейчас у Кенши. Угадывает бутерс... Телефларе. Да, именно поэтому, видимо, Кенши не отражает верхние фаерболы, только нижние. Попытка Икс-Рея. Удачно, но теперь надо набирать метр для нового Икс-Рея. В принципе, у бутера есть еще один раунд для этого дела. Но нет, он как-то очень беспощадно полоску тратит свою. Оверхед и еще один оверхед. Да, не очень хорошая ситуация у бутера. Надо думать, как подходить к Кенши. Отличный инстант. Попадать с настоящими. Это комбо, а это будет больно. Хорошо угадал врыв. Попытка наказать за вив. Федя, в общем-то, не привела ни к чему хорошему. И снова начинается какая-то ерунда. И это должен быть Икс-Рей. Да, отлично. Это должен быть Икс-Рей. Потрясающе. Это 4-3 у нас. Следующая игра опять может оказаться последней. Посмотрим, что предпримет бутер для того, чтобы в этот раз отобрать первенство у Федя. Решает Рейденом Федя сыграть? Ну, по крайней мере, у него и есть еще один шанс выбрать Кабала. Но, видимо, он настолько уверен в своем Кабае, что может позволить себе поразвлекаться. Может просто ради фана это делать. Не очень понятно, да. Вот он, любимый сетап Федя. 1-2, 1-2, телепорт. Эк-2, 4. Неудачный антиэй. Хороший комбат, должна добивать, по идее. Да, бутер действительно не брейкает, все правильно делает. И бросочком хорошо заканчивает раунд. Хотя вопрос спорный. Дать дополнительный метр Дрюкенгу, это не так хорошо, как могло бы быть, например, в случае с ударом. Непонятно, на что рассчитывал Рейден. Отошел подальше. Сделал свой Супермен панч. Или как он там называется, пролет Супермена. Супермен в блок. Ну, там довольно много времени для того, чтобы среагировать. Очень странно, бутер потратил полоску, и теперь он не сможет сделать X-Ray. Это все может очень плохо кончиться для него. Потому что... Дамаг-то нужно получать каким-то образом. А пока что мы видим, что не очень все хорошо для Лейкенга. Ну, то есть пока лайфлид есть, но надолго ли? Да, вот они, минус брейкер. И это раунд за... Нет, это не раунд за бутером, было все дробно-то. Не успевает Рейден телепротануться. Хотя, наверное, хотел очень сильно. Я бы тоже хотел телепротануться, если бы в меня летел бутерблок какой-нибудь. Это была вот разводочка на анти-эйр. Ну, бутер очень удачно прочитал. А можно просто не исполкнуть блок. Не все так просто. Четыре удара, 22%. Смотрим, что будет дальше. Зонинг от Рейдена. Нет, все-таки догоняет бутер. Комбо в углу. Сейчас это будет очень опасно для Рейдена. Благо, что дрогнул. Вот они, миксап Рейдена. Бросочек. Так, почему-то не вылетел фаербол у Рейдена, и это 4-4. У нас последний решающий бой. Сегодня все за последним. И это уже будет Кабал, да. Поигрались и хватит, говорит Федя. Как бы намекает. Так, что случилось? Почему нет трансляции? Понятно. У нас непредвиденная ошибка произошла. Стим выключился неожиданно. Федя выдернул провод, похоже. Он даже из Стима вылетел. Так, ну что, если он не вернется, что нам делать тогда? Да, возможно, вырубился. Сейчас зайдет окей. Тогда ждем. Получается. Коли не шутим. С компом. Вот так вот все и заканчивается. Самый интересный матч, который я оставлю напоследок. Он, в общем-то, просто берет и обрывается. Окей, окей, MC Panic, я тебя понял. У нас вырубился, значит ждем. Не, ну в принципе, нам сегодня пять матчей удалось сыграть. И еще один пошел на запись, один будет с автолозом. Нормальный такой расклад. Бодренько движемся по сеткам. Да, вот он, Федя Жу в сети. Нам сейчас остается только подождать, пока все зайдут в МК. Ну это, конечно, да, битва. Это точно битва иксреев. У Юкенга с Юкенгом все плохо. Так вот он, Моркл Комбат запускается. И что у нас происходит. И что у нас происходит. Вот мы сейчас и понаблюдаем за последним боем. Самая захватывающая часть всегда остается на потом. Так, что там? Потизон просит фаталку, да? Вот, наверное, тебе к Феде лучше обратиться все-таки. Он за Рейден играет. Итак, вот он. Последний решающий бой. Все-таки решает Люкенгом играть Жу. Нет, не решает еще. Но бутер точно остается на Люкенге. И теперь вся проблема в том, чтобы вынести кабала. Это довольно нетривиальная задача для Люкенга. Для бутера в том числе. Тут все не очень хорошо, наверное, в этом плане. Да, потому что Люкенгу довольно просто умереть от прессинга. У него очень долгая пэри, там, порядка 6-8 краевов. Я точно не помню цифру. Но тем не менее, пока удается выйти ему на комбо, сейчас будет очень интересный момент, если будет разотачен. Ях, Д-1 надо было сделать. Возможно, достал бы Дантери. Ну, посмотрим. Так, да, и присел он зря, к сожалению, под оверхедом. Довольно уверен, что кабал сейчас расправляется с бутером в первый раз. Будет ли такой же уверенный второй раунд? Спин. Крюки, комба. Все, Люкенг в углу. Если сейчас это попадание на комбу, то это можно считать конец. Для бутера. Отличный врыв. Все прям четко угадал бутер в данном случае. И армор, армор, пихай армор. Что же ты ждешь? Какие-то сетапы демонстрируют нам бутер. Я такого не видел раньше от Люкенг, от его. Ох, долгая рекавери от ноги. И это... Это 5. 4. В довольно напряженной борьбе все-таки одерживает верх у нас Федя Жук. Нет, это не фаталка, но завершающий мув. Так, ну что же. Тогда на сегодня все. 13-ое время вставил в НДЦ пресс. Да, так и есть. Всем спасибо, кто был с нами, смотрел все это безобразие, особенно в конце. Вот, если не впадло, зайдите на СК2ТВ, поставьте лайк на канале. А я с вами прощаюсь до следующих встреч. У нас еще есть несколько интересных боев, по крайней мере, точно. Ну, короче, Лига в самом разгаре. Следите за новостями и до скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.